иногда идеи для наших роликов подкидывают зрители написал зритель письмо что вот мы не осветили тот или иной поселок мы едем и снимаем о нем ролик сегодня мы приехали в один из таких поселков и должен сказать что это очень необычный поселок это поселок который построен абсолютно не как все такой поселок наверно на рынке московской области практически один так что сегодня вас ждет рассказ об очень нестандартном поселок как устроен обычный коттеджный поселок собственно практически так же как деревня улица или дорога слева справа дома этот поселок устроен по-другому девелоперы этого поселка решили сделать не как у всех и придумали такую штуку также дорога слева и справа дома но между домами они сделали большие внутренние дворы в чем идея есть квартал вокруг квартала дорога вдоль квартала стоят дома в среднем в каждом квартале 15-20 таких домов а задний двор этих домов выходит в общий задний двор здесь жители могут общаться могут что-то совместное делать так далее начали строить этот поселок лет 5-6 назад продавались участки от 6 7 соток по цене около миллиона 150 тысяч сотка как бы средняя такая цена по этому району стоимость входило электричество стоимость входил газ собственно электричество и газ на самом деле в ездить поселке электричество даже подземно но когда я увидел генплан этого поселка первое главное что меня смутил это вот эти вот внутренние дворы дело все в том что обустройство земель и общего пользования достаточно дорогостоящая вещь 15-20 участков выделяется общий двор порядка 50 соток и этот двор надо обслуживать дело все в том что когда девелопер строит поселок и выделяет много земель под как бы общее пользование эти земли надо как-то красиво благоустроить за чей счет будет это благоустройство за счет жителей когда они построятся или застройщик сразу это делает и включает стоимость если это делает застройщик и включает стоимость то вот этот вот миллион за 7 соток 6 7 соток это в общем-то недорого давайте посмотрим что из этого получил как я уже говорил продавались эти участки изначально где-то в районе миллиона рублей но сейчас цены очень выросли и мне было интересно сколько стоят участки здесь сейчас по идее идей в наших например поселках участки подорожали все-таки за время вот этого карантина здесь же открываем авито и смотрим участки 6 7 соток также как и раньше продаются здесь плюс-минус в районе одного миллиона рублей собственно поселок построен а цена не изменилась значит что-то здесь не так поехали проедемся по поселку еще раз познакомимся с жителями что они скажут здрасте извините пожалуйста вы живете да в этом поселке а водопровод есть здесь центральный а в нового вода и газ я смотрю тоже ей 1500 стоит газ подключить 500 600 тысяч с оборудованием ну понятно спасибо спасибо ну думаем да думаем передачу про поселок снимаем и думаем спасибо спасибо а чё вам нравится не это почему ну а дворики там такие внутренние нет ну ладно хорошо спасибо ну что как вам идея с квартальной с такой застройкой с внутренними дворами как вы считаете напишите пожалуйста в комментарии лично мне сама идея очень нравится я сам живу ну не в доме а в таунхаусе и у нас есть такой внутренний двор это конечно большое спасение когда твой участок там задний двор 1 2 сотки но зато есть большой двор там соток 40 где гуляют маленькие дети это классно мне кажется когда застройщик продает достаточно большие участки то не имеет смысла делать вот эти вот дворы лучше бы прибавили к каждому участку по 2 сотки чем выделять вот эти вот 50 соток на 15-20 участков участки были бы не по 6 а по 8 9 соток мне кажется так было бы людям удобнее а так им выделили вот этот вот двор который они за свой счет должны благоустроить а попробуйте с 15 из 20 человек собрать что-то пять человек согласятся а остальные 15 скажешь и у нас денег нет и что делать ну и в подтверждение своих слов что хочу сказать что сейчас в этом поселке который немножко переименовали раньше он назывался дача 918 а сейчас называется кота в 3 ну по крайней мере так в рекламе написано так вот сейчас в этом поселке вот эти кварталы все переделили и внутри в этих двориках размежевали тоже сделали участки вот посмотрите как это все выглядит на плане ну и продаются они сейчас самый дешевый участок стоит здесь около 70 тысяч рублей за сотку но это такое болото которое граничит с новой ригой а так участки продают там также там 120 130 тысяч за сотку и мне кажется что с точки зрения девелопера с точки зрения застройщика это правильно земля здесь не самая лучшая видите по границе участка на варижское шоссе как я говорил самые худшие участки вообще заболоченные так что ну что делать продавать недорого нарезать как говорится по минимуму те люди которым на первом месте цена которым нужно купить подешевле купят а вы как считаете пишите в комментариях